мне так понравился их подход сейчас расскажу вам это крутой вещь как они начали делать отец 50 чем-то лет начал активно эти вещи заниматься ему 70 лет сейчас у него дальний момент 13 заводов 13 заводов посмотрите вот эта модель сопутствующий бизнес именно у него ярко видно вот сейчас я расскажу это кейс это кис очень хороший кейс я думаю что вам для этого надо очень четко вникать начинал самый первый из живи завода заводы которые дают живи этот бетон и так далее и так далее то сделать вот это пилите всякие то тогда себе там и так далее потому что он сам там работала касса там кем-то работать сначала технарем работал потом кем-то еще по это лестнице поднимался когда пошло приватизации так далее он приватизировал то есть выкупил эту завод из государства тогда 90 какие-то годах 5 или 6 годах что ли девяти годах что ли но потом по чуть-чуть по чуть-чуть общем так его начал раскрутить и так далее чтобы это развивать соответственно пошло нужны были шейбинги нужны были песок и так далее пошел открывал карьеру то есть деньги которые немножко зарабатывал он вкладывали их купил карьеру построил одну карьеру потом вторую карьеру потом по чуть-чуть дела пошло и так далее видишь что не хватает второй же без завода выкупил каждый год он купил по один завод каждый год он накапливает накапливает соответственно раба зарабатывать накаплива деньги же накопится а он говорит я посмотрю если это все покажу как прибыл кпн выходит очень большой корпоративный подоходный налог кпн это корпоративный подогон на очень большой а если вы куплю какой-то новый завод она идет как затратно же все как и говорит я сижу думаю зачем мне столько-то налога платит большие суммы давай я буду урегулировать грамотно и вот потом то есть начали пара шейбинга завод потом потихонечку по открыл еще второй же битретий же у него сейчас три же без завода огромными территориям они большие и так далее говорит я работаю параллельно строительной компании даже смотрите почему те же без заводы продали свои заводы не могу не справились потому что у них не было нормально заказа нормальный объем и так далее так и соответственно говорю у них было кредит и они не могли справляться сами приходили ко мне купи-купи-купи-купи игры послушай у меня денег не купит ну пожалуйста как-то нибудь купи у него же были параллельно строительные компании и которая создавал объеме то есть видите как важный роли играет два крыла это продукт который производил он его сам что потреблял свои бизнеса и частично продавал потом говоря начнет видеть что мне нужно еще бетон товарный бетон товарный бетон иначе 3 себе бы этот завод покупал который товарный метод 3 у него же без сейчас один завод который 4 получать 1 который товарный бетон продают и этого говорит купил вот под потом это все техника нужны цели автобазу там мы не говорим парень который приватизировали не знаю что с ними донат приходит каждый раз мне голову морочить думала на вы купили в автобазу то есть каждый год вот так один завод каждый год потихонечку теперь какой-то моменте смотрю мне получилось брат заказ на дорога шибинги же есть дороги есть и горит заказ попал на тендер на дорога и один год работал дорога это же к злорде это все делали же к злорде шимкин итальянцы кем он как подрядчик с ними работал научился как это делать на их не стандарт бетоне научился как делать пришел сразу купил 3 асфальтзавода теперь дороги иначе дороги и так далее то есть получается каждый год вот так каждый год таком духа и так далее так далее по чуть-чуть по чуть-чуть расширяется и говорит смотрю однажды у меня три с половиной тысяч сотрудниками три с половиной тиса и каждый каждый обед них кормим огромное количество мне мясо ходит и открывать ферму послушайте внимательно открывает ферму он говорит я посмотрю статья расхода у меня где больше всего я тут я открывали базовым либо это когда строительство делал говорит я смотрю этот много бетон уходит на это бетон и начал говорить это быть товарный бетон я начал товарный бетон плите сам делаю товарный бетон это все эти остальные это все идет шибинг самом деле асфальтный завод поставил дорога от меня самого идет все делаю сам то есть когда начали что это 3000 человек кормить мясо много уходит и начал открывать ферму у него ферма я побывал у него ферме где-то больше 840 горлов он каждый неделю рубит 10 коров они 4 коров 10 баран каждую неделю а потому что со своей сотрудник накормить теперь часть мяса уходит туда час осталось дочка отрывал колбасный цех это мясо же чтобы я куда-то не ушло колбасный цех а колбаса чтобы там сам по себе так не двигалась рядом с ним добавить этому этот пекарный лепешки горячий хлеб и так далее когда это все она не делал мне говорит это мир гор говорит вот это пришло от возьми раньше был говорит хлеб делал пекарный но она говорит возьми его использую он он был рядом к моей жибе говорит прямо же бир я дам он говорит вот возьми это раз там ты здесь раз эта территория у тебя соседние здание возьми его использовать ну я не знаю хлеб я никогда не делал хлеб и вдруг до меня дошло говорит меня искал место где колбасный цех строй и взял это говорит там колбасный цех поставили это дочку обучал теперь она выпускает хорошие колбаса и выпускает эти получатся хлебе пекарни и так далее лепешки и так теперь это все где-то что продавать 3 супермаркет откроет другую дочку 3 крупные супермаркета на вся пусть бизнесе сопутствующий все рядом двадцать чем-то бизнеса все рядом и так далее теперь это все еще начнет развиваться первый этаж и супермаркет of думал думал чё надо ли 2 это же все построить их у на 5 у него в одном из них там это той хуна там по 3 крупные зала на другой 2 маленькие кафе и тогда теперь говорит смотрю единственное что я беру это кирпич и вы купили кирпич завод вот список вот как идет список где где какой расход большой я этот стиль думал зачем есть куча денег отдать кому-то я выкупать таким образом я говорит минимизировал налоги минимизировал все налоги то есть чтобы каждый год не платит большой сумму налог и так и этом году когда он это все сделано государство приходит ему говорит послушайте мы вам готовы отдавать там куча лиготы куча того и так далее если вы сделаете так что вот это фермерство работало земли сажайте и так далее так далее есть вот это такие эти американские технологии которые очень 500 этот метров крутится это так который поливает поливает и они ему начинают помогать совместные с государства какой-то организации он совместно с ними открыл и они ему 17 или 24 сколько штук такие поставили это ему отдавали 700 700 гектаров что ли или 7000 гектаров я уже забыл в общем сколько тысяч гектаров теперь он мне говорит и это столько-то гектаров если я буду выраживать и соответственно это где-то надо что-то делать куда-то надо их продавать что-то надо делать и он мне говорит я хочу чтобы вы мне помогли теперь это все правильно управлять меня 70 лет а дети они справятся не справиться я даже не знаю он такой активнее вот такой человек честно скажу вам вот это 70 лет он активнее чем некоторые из вас туркестане на здесь вы это только его все дети учиться у меня в селе он оказать всех детей отправить ко мне и не у него там невеста и все дети учатся у меня сейчас он всех отправлен на наш годовой они первые годовые закончить теперь хотят на 2 пойти почему потому что я им скажу ребята если вы не пойдете вам не могу помочь вы если я буду говорить делаем вот так вы должны уметь это делать согласны умеете делать крутой кис правда он сказал с 52 или мне было 50 ну 50 где-то лет когда активно начали это все делать с 2000 первых годах вторых годах тогда каждый год подносит завод вот так увеличивали увеличен сейчас он хочет чтобы сделать ферму 10 тысяч сорголов потому что земля теперь ему выделили это все корм куда-то надо их давать он говорит часты ли местной часты ли молочный и молочный комбинат сейчас он ставит вот она сопутствующий бизнес кто мне понял вся пульс в том что вся пульс в том что что он под всего плюс на три показателя его плюс хороший кейс согласны все все его плюсы в трех показателях связаны первый показатель что он всегда смотрели на статистику посмотреть то есть на 5 статья расходов какой расход сами больше всего он это питался строить сам вы купили потом построили потом инвестировал в нее и делать с резко это статья расход эти деньги не ушло никуда осталось там второй плюс в том что таким способом он минимизировал все налоги это стал большой плюс для него что минимизировал все налоги а только смензавода нет у него да только смензавода а все остальное у него есть да 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 сейчас сейчас скажу и теперь это второй большой плюс а третьего большой плюс он все дела рядом когда это все рядом легче контролировать ты видишь все они все радуются 100 километров они все рядом и перед глазом я пришел кластер надо делать рядом далеко это трудно контролировать расходы увеличиваться поехать приехать и так далее каждый раз едете куда-то это все затратные куда-то пошел вошел приехал уехал это все затратно и я сразу это понял вот это хороший хороший бизнес по сопутствующий продукт и так далее это очень круто все затратно итак